Первый раз тебя тут вижу, ведь так? Или мы встречались? Прости, если я забыл. Здорово, народ, с вами Киит, и мы с вами возвращаемся к Генриху, продолжаем сражаться с эстонцами. Кстати говоря, прямо перед началом серии еще и Полоцкие княжества объявили войну тевтонцам, так что будет явно весело в этой серии. Сейчас мы вот с этим эстонским парнем разберемся, и думаю, сразу же после этого отправимся сражаться как раз-таки с Полоцкими княжествами, ну, потому что там будет больше лордов, меньше армий, скорее всего, и мы найдем себе неплохую какую-нибудь мишень, то есть будем их лордов караулить, избивать и так далее, думаю, будет весело. Ну, а пока этот эстонский парень, довольно слабенький и небольшой, который мне удалось подкараулить на небольшом участке карты, где он от меня не сбежит, так что давайте-ка быстренько его натянем, возьмем его в плен, ну и отдадим каким-нибудь лордам, с которыми у меня еще недостаточно хорошие отношения для найма, а таких осталось всего лишь два клана, если я не ошибаюсь, так что, ну, чутка-чутка мне осталось до того, чтобы во всем тевтонском ордене я мог, типа, нанимать людей вообще изи и, как говорится, без зазрения совести. Армия, в принципе, неплохая, мне действительно парит, что у меня 18 стрелков и 30 пехоты, ну, типа, соотношение уже совсем не равное, нужно побольше стрелков. С другой стороны, в таких вот битвах, где мы будем сражаться с равными или около того, ну, пехот как бы тоже хорошая не помешает. Ну, да ладно, это все мелочи, так, расстояние сотни, наши все стреляют, кроме вот этого вот моего спутника, который дает хорошие бонусы стрелкам, то что-то в районе 30 или 40 по навыкам. Мне это понравилось, поэтому решил его сюда назначить. Ну, он, типа, не особо полезен, как стрелок, хотя, может, наверное, из него и стрелка сделать. Надо будет вообще пересмотреть хорошенечко снарягу моих спутников, как помню, нормального оружия я им не выдал, то есть только нормальные доспехи, а вот с оружием все еще проблемы, так что, да, надо будет запариться над всем этим делом. Так, кавалерия просто идет в атаку, а то она что-то телится туда-сюда, там за одним бедным кавалеристом носится, но ничего сделать ему не может. А пехота тоже в атаку, а то он немножко позади стоит, сейчас стрелкам начнут наваливать, мне это не нравится. Ты камни в кого вкидаешь, пес, я что-то не понял. Спать! Отдыхай давай. Что, тебе кажется, его не этот, не вырубил, к сожалению. Ладно, в принципе, вырубит его кто-нибудь еще за меня. А, ну и, в принципе, это конец битвы, у меня вроде как никто не помер, вроде только раненые были, но сейчас посмотрим, конечно. Что там по итогу вообще у нас с вами получилось? Так, сейчас, главное, никого не отпускать, больше пленников богу пленников, это нам с вами очень важно. Пленники, это круто, это хорошая помощь. Так, по отношениям со всякими знатными засранцами из деревень и замков. Так, последний остался, да? Мне, кстати, показывают, что их четверо. Где все эти четверо, не особо понятно, но ладно. Да, всего один раненый, вообще на изи, получили влияние известности, по чуть-чуть. Как бы все очень хорошо, мне нравится. В общем, победа. Кстати, три сбежать умудрилась, вообще, я в шоке. Видимо, новобранцы очень рано начали отступать, ну да ладно. Так, датские, эстонские, ну в общем, да. Всех вас в плен, всех вас мы можем пленить. Это хорошо. Мечники, арбалетчики покруче, кавалеристы покруче. Платим уже 600 монет, кстати говоря, это довольно жирно, если честно. Так, по снаряге. Что-то более-менее получили. Надо, конечно, по навыкам здесь разобраться. Вот этот парень, если я не ошибаюсь, у нас лучник. То есть, надо выписать ему лук. Лук я выписать ему могу вообще без проблем. Проблема в том, что я не могу выписать ему ничего больше. То есть, кроме лука, вообще, нифига. А, имею ввиду, стрел этого всего у меня нету, к сожалению. Ладно, пока лука мы выпишем, пусть так и будет. Ну, по снаряге, думаю, да. Всем можно здесь немножко этот... Покруче что-нибудь выписать. У меня как бы есть такая возможность. Ну, по снаряге вроде как всё. Всё всем заменили, все стали покруче и так далее. По оружию, ну, здесь ничего особо-то и нету, если честно. То есть, у всех какая-то шляпа. Типа даже щитов нормальных я им прописать не могу, к сожалению. Это, конечно, печально. Топорик 37, 62, ну, выбор, думаю, очевиден. Ну, всё равно какая-то шляпа, если честно, по 37, не то, не сё. Ну, в общем, ладно. В принципе, чего стоило ожидать от такого маленького лорда, будто мы реально сможем от него что-то хорошее получить. Ладно, сейчас мы с вами двигаемся на север, как я и сказал. Здесь у нас с вами Полоцкие княжества объявили войну. И вот здесь у нас близкие территории, где, скорее всего, и будут тусить основные вражеские лордики. Видимо, они уже тут начинают деревеньки грабить, тоси-бось, ну, в общем, по мелочи. Эстонцы тем временем у нас захватывают Аренсбург, ну, а здесь наш, как бы, их душат, пытаются Вазенберг взять, но не возьмут, потому что очкуют. Здесь, как видим, у них людей. Ну, было 400 человек, сейчас они, да, от голода потихонечку все вымрут вместе с гарнизоном. Останется одно ополчение, и тогда они его возьмут. Вот с Аренсбургом, что там, началась какая-то движуха, осада и так далее. Осада началась, я думаю, наверное, сюда сначала отправлюсь. Просто, если получится, то я теоретически могу успеть поднасрать вражеской армии, типа, если их сотни останется. Можно будет пробовать их забить так же, как я забивал какого-то вражеского лорда. Это было бы неплохо, да, вот этого тоже можно было бы забить, но все же удержать замок, как по мне, поважнее. А вот, кстати, их армия, нифига я их не забью. То есть, две армии здесь на 400 человек, скажем, дружно, нафиг нужно. Ладно, что ж, тогда отправляемся туда, куда я хотел изначально, к Полоцким княжествам и их территориям. Ну, или защищать Тевтонские территории, которые рядышком, в принципе, не шибко важны. Итак, прибыли мы на территории, где происходит столкновение. Честно говоря, Полоцкие княжества дали нам прикурить. Быстро взяли Кроицбург с армией в 900. Скорее всего, возьмут Тервета здесь тоже. Около 900 было, по крайней мере, сейчас чутка поменьше. Или, а нет, видимо, их было 800. Ну, или просто свалил какая-то армия, если честно, хз. Но, но. Спокойно могут взять две территории. Здесь, в принципе, у нас есть армия суммарно в тысячу с небольшим, но две армии. Только вот будут ли они что-то делать, непонятно. Вроде как хотят идти захватывать вот эту вот территорию, находящуюся. Пес знает где. Вместо того, чтобы оборонять свои территории, ну, мягко говоря, как видим, ну, тупое решение. Почему бы не пойти вот этих вот, не вздрючить. Типа, почему бы и нет. Или вот здесь, с Кроицбурга их выбить. Потому что там тоже, как бы, армия довольно хорошая. Непонятно, чем делать. Я бы с радостью к ним присоединился, если бы была бы какая-то битва. В осаду я участвовать не хочу. А вот в битве самое оно. Ну, оборона Тервета, вот, отлично. То есть, можно будет к ним сейчас присоединиться, помочь им и так далее. Это уже будет нормальный движняк. Наших, правда, будет на километр больше, вообще, без вопросов. Ну, что ж. Что они делают? Осада, осада, вот, ни туда, ни сюда. Да. О, еще одна война. Пруссия снова. Ну, в общем, битв у нас сейчас, да, балды просто будет. Давайте к ним присоединимся. Все-таки сейчас будет глобальная битва. Да, мы, конечно, будем на километр лучше. Но все равно масштабные битвы я обожаю. Погнали. Ну, что ж, давайте немножко повоюем. Я решил никем не командовать. Мог взять себе под контроль, конечно, на 200 с лишним стрелков. Но да фиг с ним. Я хочу сам пострелять, повоевать и так далее. Я, кстати, по пути купил себе легкий арбалет. Снова буду с ним, потому что с ним можно пока что стрелять с коня. Тяжелый арбалет я не стал продавать. Он у меня будет пока валяться в инвентаре. То есть, пока я не возьму себе специальный навык, который позволит мне с тяжелого арбалета стрелять на коне. Чет пока вроде как нас дофигища и больше в два раза как бы. Но наши что-то, ну, болванчики редкостные. Ну, посмотрите просто на соотношение. И наших рубят как скотов. Будто у русов как раз таки вот хорошая армия нанятая в замках. То есть, третий ранг и выше. А у нас, наоборот, одни новобранцы. Даже по доспехам видно, что у них, ну, реально очень крутые ребята стоят как минимум в пехоте. Насчет лучников здесь спорный момент. Вот. И прям долбят хорошо. Посмотрите. Они убивают больше. Притом, что нас в два раза больше типа вообще. Убивают они прям хорошо. Да, сейчас, конечно, все это нивелируется потихонечку. То есть, мы уже убили половину их войск. А сейчас быстренько как бы все это дело сравняем. Мы даже сделаем круче, победим. Но, блин, слишком большие потери для такой вот битвы, где у нас такое хорошее было преимущество изначально. Не знаю, с кавалерией, может, протупили то, что, ну, сразу у них не налетели на пехоту вражескую. И как-то их не раздербанили немножечко. Пес знает. Но, все-таки, победа. Я, в принципе, толком нифига не сделал. Пару болванчиков тут подбил и все. Ну, это ожидаемо, в принципе, было. Слишком большое соотношение, чтобы я лично на что-то мог влиять. У них осталось 20 каких-то чертей, которые, скорее всего, или убегают, или еще чем-то занимаются. Ну, да, убегают. Я здесь вижу уже, что они линяют потихонечку тут у нас с вами. Но, тем не менее, мы одержали победу. Я, в принципе, доволен, на самом деле. Из моих здесь как дела? Девять человек сдохло. Девять. Это пехотинцы, мечники, копейщики, городские топорщики. Ну, в общем, довольно обидно, если честно, что девять человек моих сдохло просто вот так вот по щелочку пальцев в такой довольно легкой битве, как мне изначально казалось. Это, конечно, сильно. И самое, наверное, печальное, что мы не так уж и много, на самом деле, получили за вот это вот все мероприятие. То есть я ожидал, что реально получим прям хороший такой бонус, если угодно, в плане влияния и известности и так далее. А получили немногим больше, чем за ту небольшую битву против эстонского парня, которого мы забили в самом начале серии. В общем, я, если честно, ожидал большего. Ну, ладно. Самое главное шматье. Мы видим, здесь уже есть снаряга, которая даже на моего парня подойдет. Так что, эквип, деваху тоже переодеваем. В принципе, всех здесь можно переодеть, думаю. Я, кстати, тому парню выдал лук, чтобы он теперь командовал лучниками и все у него было с кайфом. Даже купил ему лук покруче, чтобы вообще было. Топово так есть ланцы элитного всадника. Кстати, надо кавалеристов себе тоже забахать, чтобы кто-то кавалерией руководил. Надо будет потом понять, кто вообще в состоянии это делать. Ладно, давайте по снаряге. Может, здесь что есть? Ну, планец, только топор какой-то есть. Да, ну-ка хороший, но все же топор. Типа, ну, что-то я ожидал большего. Может, щит какой-то есть. Так, круглый щит давай тебе выдадим. Ты, надеюсь, у нас... Так, да. Ты любитель ледночного оружия или дробящего? Ты у нас любитель луков неожиданно тоже. Не ожидал, честно, реально. Давай-ка тебе тоже лук выпишем. Так, значит, можно дополнительно ему выдать какой-нибудь топор. Порт-дровосека вместо этого дерьма, потому что, ну, ржавый фальшон, будем реалистами, это мусор. Так, значит, нужно будет ему еще стрелки как-нибудь выписать. Тебе чё? Ты чё-то вообще по всем боевым навыкам полная фуфло. Одноручная 40. Ну, она его качает, как бы, да, потому что постоянно в ближнем бою, но... Вариантов не дофига, это, конечно, грустно, что вот так вот. Здесь вообще чисто металки. Как так вообще получилось, что человек тупо с металками? Сколько у нее должны быть металки, чтобы ей только их выписали? 70, все остальное не какущий анонс-инженер. Ну, блин, выпишем одноручное, чё еще остается. Ну, то есть, да, металки ей, пожалуй, оставлю. Даже можно будет... Так, щит, нет, чё-то слишком хороший для тебя щит, на самом деле. Хотя, ладно, пёс, пёс с тобой. И давайте еще какие-нибудь... У нее чё здесь? Большой колчан Франциско в 5 штук. Ну, у меня такого нет, конечно же. А, в принципе, все остальное, это тоже самое мусор, если на то пошло. Ну, еще, короче, металличных топоров ей дадим, чтобы вообще развлекалась по полной программе. Ну, и нормально. То есть, в принципе, мне для полного кайфа осталось выписать два колчанострел вот сюда. Этому парню, который у нас чем вообще владеет? Ну, кроме лука, как будто ничем и не владеет. Или это разведчик, или просто боевый болванчик. Ну, как-то так. ТРВ-то, то есть, мы с вами отстояли уже неплохо, но уже следующая осада вразит. И, надеюсь, эти ребята, ну, или возьмут Кройцбург, или я пёс знает. Давайте-ка к Кипийскову присоеднимся. У него здесь армия тысячная. Ну, блин, еще Пруссия, не забываем. То есть, Пруссия, она, хоть и очень-очень слабая, то есть, всего две территории, но они все находятся рядышком с нами. И, думаю, за время перемирия Пруссия могла что-то еще скопить, типа, по войскам. И нам в состоянии, в принципе, подгадить, пёс её знает. Ладно, догнать бы еще этого епископа. Все-таки хочется к нему присоединиться, получать влияние, по ходу дела. Не говори, что ты решил не защищать, а осаждать. Да, видимо, так и решил. Ой, Костян, давай не будем, давай напьемся. Они тут еще вдвоем решили меня расчехлить. Брат, 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 помогай. Фух, зря я из армии вообще вышел, если честно. Так, осадок Ройцбурга, ну да. Нафиг, нафиг защищать свои территории, согласен. Дело абсолютно бесполезное. Видимо, они так решили. Ну, ладно, мы отсюда выходим. А, кстати, этого парня, думаю, можно расчехлить, хотя у меня 50 стрелков, меня это жутко пугает. Реально жутко пугает. О, они его догнали и расчехлили. Блин, это я хотел сделать. Что ж, ладно, тогда пусть они сами разбираются со своими осадами и всем этим делом. Я в это влезать не хочу. Мне, в принципе, насрать потеряют территорию Тевтонц или нет. Не забываем, что для меня это просто плацдарм для известности. Пока я сам не смогу создать свое королевство. Так что, пока забиваем в них болт. Значит, сейчас я быстренько покатаюсь по замкам, которые мне еще дают. Ну, людей имею в виду. Добью количество людей до нужных мне... Скольки? 60 или сколько у меня там сейчас лимит? Вот, добиваем по людям и начинаем уже полноценную охоту на лордов. Только аккуратнее, чтобы на каких-нибудь вот таких вот Братиславовичей не напороться, потому что эти ребята, ну, реально в состоянии мне жопу намылить. Хотя можно вот здесь вот помочь, если реально типа сотня на сотню будет, я здесь буду полезен. Но нет, тогда прилетит армия и все испоганит, к сожалению. Довольно печально. Надеялся я на халявку, но, видимо, не судьба. Так, в Риге мы никого нанимать не можем. К сожалению, мы здесь не в авторитете. Так, ну и помним, нам нужны стрелы, да, какие-нибудь. Давайте посмотрим здесь. Ну, эти стрелы слишком дорого, я и так много денег потерял. Давай чем-нибудь попроще, в идеале, чтобы стрел было еще дофига. Ну, честно говоря, фуфло какое-то. Конические стрелы, пунические стрелы. Ну, давай вот эти ему выпишем. Честно говоря, мой лук неплохо было бы выписать, потому что, ну, откровенно, это какой-то мусор, я практически в этом уверен. А здесь уже, видите, по всем фронтам лучше, и стоит он всего две штуки. Так что, да, можно выписать его, или даже его, точно здесь пойдет 104. Ну, да, лук за трешку здесь будет получше, чем всякие эти луки рейнджеров. Так что, да. Ну, все, в принципе, мне осталось кого-то еще кавалеристом здесь сделать, из этих ребят, чтобы он был, ну, полезен прям, как наставник кавалеристов. Я тоже сейчас им являюсь, ну, это как бы не то. Ну, и знамена находить. Знамена у нас нету. Те, что были, я попродавал, так что, ну, не кайф. Такие дела. В общем, пока набираем войска и ищем себе жертв. Ну, что ж, господа, я нашел себе, так сказать, жертв, с которыми мне хочется повозиться. Небольшой такой отрядик, чтобы вы понимали, они все-таки захватили еще один из наших замков. И там как раз их армия развалилась, и, соответственно, они на маленьких, ну, лордов разбежались. И вот теперь этих маленьких лордов я бью. Хотя там есть парочка лордов на 100 плюс человек, но к ним я лезть не стал. Так что я пока решил потихонечку мелюзгу их выбить. Ну, на всякий случай, чтобы она мне не мешала, когда я буду сражаться с реально большими отрядами. Я все-таки хочу попробовать на какой-нибудь отряд, у которого 100 человек напасть. Не потому что я выделываюсь, а потому что за них дофига нам с вами прилетит как раз-таки известности. А это очень важно. Чем быстрее наберем известность, тем больше у меня будут отряды. Ну, и, естественно, тем быстрее создадим королевство. В общем, такие вот моментики. Так, а, ну все, в принципе, от них уже нихрена не осталось. Так что вот эти два отряда... Ой, что-то я неправильно нажал, ну ладно. Все, в общем, можно их набивать. Я удивлен, насколько их кавалерия разлетелась вообще в салатище. Ну, то есть, учитывая, что у меня стоит Хорберг с Легаси, который увеличивает урон от столкновений, пешек и как раз-таки кавалерии, они прям вот, ну, разлетелись. А, собака какая-то накинула, я даже не знаю, это вражеская была или моя, но неважно. В общем, что-то их кавалерия разлетелась вообще в щи налегке, типа, меня это прям даже расстроило. Я думал, они реально смогут состоять в какую-то конкуренцию или типа того, а они лошпеки просто космического масштаба получились. Надо, кстати, посмотреть, что у них там... Так, русский боярин, три штуки, ну, полная фигня. Ну, с новобранцами понятно, какие-то балтийские пацаны. Кон... А, конный стрелок, ну, я, кстати, не знаю, это типа элитный какой-то парень или неудачник какой-то, хз. Но мы реально потеряли всего одного и того из саппорт-пати, ну, то есть, полная фигня. Я, типа, разочарован. Но рядышком стоит еще один отряд, немножечко побольше, можно будет и с ним повеселиться. Ну, а пока пленим этого братишку. Пленим его дружков, возможно, я их отпущу. Если они будут сильно мне скорость занижать, ну, чтобы догонять других, сами понимаете. Так, набрать можно, конечно, но нужно ли? Я думаю, нет. О, а морский рысак. Я, судя по всему, могу даже на него взобраться. Значит, берем. Все остальное, в принципе, мусор, хотя зерна, ну, дофига, мягко говоря. То есть, тут хавчика у меня теперь столько, что хватит на целую братью, причем даже не одну. Ну, да, ладно. Так, отношения с кем-то там улучшились. Вот он, отряд на 40 человек. На меня он, естественно, не идет, он скорее в деревню. Мне главное, вот здесь где-то кучкуются их отряды, которые мощные. Я хочу его отделить от этих отрядов, и вот теперь его как-то догнать. Видим, у меня небольшое преимущество в скорости днем. И, соответственно, этим можно воспользоваться и догнать его, даже несмотря на моих пленников. Что ж, хорошо, еще одного лорда сейчас, так сказать, быстренько поимеем. Так, того парня я взял, значит, я этого тоже возьму в плен. На мое удивление, кстати говоря, у нас силы как будто бы, ну, почти равны. Я немножечко сильнее, но лишь немножечко. Ну, вот по отношению сил, если по этому ползунку судить, который вот сверху будет, ну, типа, не сильно большое мне преимущество. Ну, да ладно, это на самом деле мелочи, если на то пошло. Ну, посмотрим, как враг сейчас поступит. Ну, эти уже на меня сломя голову не несутся, уже поумнее поступаете, ребятки. Поможет ли вам это? Вот это уже вопрос десятый. Так, учитывая, как они хотят встать, я думаю, самое идеальное будет стрелков вот так вот разместить, только поближе. Ну, и пехоту, соответственно, также выстроить кавалерию, оставить ему здесь на холмах, чтобы она резко влетела. Потом, когда начнется реальный движняк. И все. И мы им жопу намылим. В идеале бы пехоту, кстати, поближе поставить. У них, видим, один из стрелков, они могут настрелять. Сомневаюсь, что они сравнятся и близко с моими арбалетчиками. Вот, сильно сомневаюсь. Ну, пес его знает. Так, пехота где встает? Пехота, она уже встала. В принципе, можно заставить, конечно, кавалерии немножко, ну... Немножко их помучить. Ну, думаю, арбалетчики этих лучников вырежут просто вообще налегке. Просто я прям чувствую, что это какие-то неудачники. Вот, ну, это обычно русский лучник. Просто непонятно, какого он ранга, но я точно уверен, что у них броня похуже, чем у моих ребят. Так, кавалерия развлекаться. Да, в принципе, просто атаку без конкретного подразделения и так сойдет. Все, пехота просто ждет. Спокойно арбалетчиками настреливаем по этим засранцам, нападающим на нашей территории. Че не перезаряжаемся, я же... Скотина. Я же взял легкий арбалет, он должен в состоянии быть перезаряжаться на коне. Какого черта, ребятки? Пехота. Так, не спим, а то враги уже подходят. Так, этот козли на то что-то выделывается. Боярин. Боярин, иди сюда. Не могу до него достать, собака везучая. Во, пристрелили козла. Так, я, кстати, вроде никого даже не теряю. Чисто раненый, ну или мне кажется. Одного, кстати, потерял. Кавалериста легкого, но это типа третий и четвертый ранг. Ничего критичного. Так, 8 известности, 20 влияния. Вообще отлично. Думаю, сейчас за счет влияния вообще легко и просто я буду сидеть на жопе ровно в плане денег. Прибыли у меня будет дофигища. Так, можно... Так, в принципе, выгнать всякий молодняк. Вот этот вот, да. Сортируем и забираем себе самый сок. Отлично. Так, наших можно прокачать. Наши качаются прям вообще на дрожжах. Только дело, что качаю, уже скоро 700 буду им башлять. Не то, чтобы мне это нравится, но да ладно. По бабкам. Договор наемника башляют мне прям здраво. Пока мы еще даже в плюсах. Но это не забываем, что у меня еще дофига лута сейчас будет, который можно будет себе переодеть. Ну и своим спутником. А потом все дело еще и продать. Кстати говоря, вообще нет возможности сделать кого-то начальником кавалерии. Они вообще к этому не предрасположены. То есть мне, судя по всему... Блин, Франциску сюда одели вместо топора, который у меня был. Вот козлы. Но, в общем говоря, мне походу придется этот... Ну или искать нового кавалериста, или просто забивать на это здоровенную болтяру. Ну и самому оставаться начальником кавалерии, к сожалению. То есть ни у кого езды верхом нормальной как бы нету. Здесь чисто я. Но у меня еще в принципе атлетичность. И, кстати, да, надо вот езду верхом тоже все-таки прокачать. Типа я уже со скоростью 130 не буду мальчиком для битья в случае, если меня с коня скинут. Но все-таки можно что-то придумать. О! Что, они решили, видимо, здесь вычистить, ну, лордов, которые здесь были. Ну или, врази-то, они что-то придумать. Ну, типа, захватить его. У них, в принципе, войск должно хватить. Ну, сейчас глянем. Они, скорее всего, за лордами сейчас гоняются, которые здесь вот тусуются. Про которых я говорил, которых по сотне человек там. Сейчас посмотрим, в общем, что этот пес задумал. А, ну да, да, вот. Их армия за нашу армию. О, сейчас, сейчас, сейчас. Битва армии. Блин, нет, туда я не влечу. А вот помочь своим ребятам вот с этими неудачниками, это мы смело. Надо ли оно мне? Пошлем воинов. Здесь ничего интересного. Просто битва так быстро закончится, что я пернуть не успею. Мне главное получше отношения. Там подгончики. Все дела получить. И я буду в шоколадке. Так, снова по классу. Давайте себе что-нибудь возьмем немножечко. Ну, чтобы по максимуму было. Да, какая-то херобора получилась. Ладно, сам возьму немаленький. Вот. По прокачке арбалетчики становятся все более крутыми. Но у меня уже лимит. К сожалению, надо бы их куда-то сплавить. О, хорошая броня для лошади. Но она весит на километр. Больше нет. Пожалуй, убрать ее не буду. Меня пока и эта бронька устроит. Жратвы вообще километры. 400 еды. 400. У меня еще и стадо, считайте. Свиньи, гуси, коровы. Жесть. Все это надо попродавать. Прямо в срочном порядке, я бы сказал. Так. По шматью. Ну, мне ничего не надо. Может, ребятам подгончики какие-нибудь сделать. Да. Некоторым ребятам не помешает сделать подгончики по снаряге. Ну, вроде бы все. Отлично. Так. Ну, думаю, в Динабург можно забежать. С пацанами познакомиться, выкинуть пленников. Все-таки скорость и дела. Продать бы еще хлам было бы неплохо. Но это, блин, это аж в Ригу лететь. Я что-то не знаю. Долго-долго-долго как-то все это проходит. Если честно так. Людей мне, кстати, нанять можно пару человек. Тоже неплохо. Спорим, я с ними не знаком. А мало того, что не знаком, я типа и нанять никого здесь не могу. Печально. Кстати говоря, совсем забыл. Я же могу как бы сплавить сюда двух лордов, которые у меня валяются. И как раз отношения теоретически у меня будут, ну, в шоколадке. Давайте попробуем. Так, отношения до 23. То есть воинов я как раз-таки нанимать теперь могу. Правда здесь балтийские пацаны. Не все, но все же есть. Так, крутой арбалетчик. Ну, неплохой кавалерист. Как раз то, что мне нужно. У меня уже 62. С кайфом, с кайфом. Кстати, нанять могу почти всех. То есть можно вот этому парню еще пленников выдать, кстати говоря. И будет с кайфом. Вот пятерочку забираю, нормально. Я, кстати говоря, поставил себе кастомную русскую озвучку. Она довольно немногочисленна в плане фраз. Но все равно интересна. То есть порой персонажи, именно NPC-шки, говорят с тобой на русском. В плане базовых каких-то фраз. И это довольно прикольно на самом деле. Сейчас, пока он тут пытается за лордами гоняться. Думаю, можно будет... Опа. Теперь мы воюем еще и с Литвой. А это уже жесткая на самом деле тема. Да, при войне сразу, как по мне, это немножечко перебор. Благо, Пруссия сейчас бесполезная как фракция. И мне не приходится, ну, сильно из этого париться. Первый раз тебя тут вижу. Ведь так? Или мы встречались? Прости, если я забыл. Вот, кстати говоря, та самая русская озвучка. То есть работает с какими-то базовыми фразами, как раз таки, когда встречаешь NPC и так далее. Хотя, я когда нашел эту русскую озвучку, то есть один чувак у себя на YouTube-канале проходит как раз таки маунт с этой озвучкой. Сам он ее сделал или ему кто-то помогал, тут я, честно, не знаю. Но мне, тем не менее, понравилось. Правда, ощущение, что у меня какая-то сыроватая версия, потому что я видел у него в прохождениях, ну, на стримах, вернее. Когда он катал, у него прям в бою было. Типа, в атаку, вперед, давайте, обходим их с фланга. Ну, что-то такое, короче. Именно персонаж отдавал голосовые команды на русском. У меня, к сожалению, этого нету. Не знаю, типа, дело в том, что я играю, типа, не в ванилу, а с модом или что-то еще. Но, тем не менее, все равно уже приятненько. Думаю, когда он завершит эту русскую озвучку, играть будет в маунт просто офигительно. Так что, если вам интересна вот эта вот тема с русской озвучкой, то я в закрепленном комментарии, надеюсь, не забуду, но если что, мне напомните, оставлю как раз-таки ссылочку на канал чувака, который этой русской озвучкой занимается. Сможете ему написать и попросить эту русскую озвучку. Так, мы с русами закончили воевать. Как раз хорошо, как раз когда я закинул им этот, ну, их лордов. То есть не зря они пропали. Это отлично. Так, у Прусси остался последний замок. Его захватить фракция развалится. То есть можно, в принципе, этим заняться. Хитрожопа, на самом деле. Ну, то есть, когда рядышком будут какие-то наши союзные армии, пойти там что-то захватывать. Ну, и, естественно, ГГВП. Вилюве, что-то мне подсказывает, что это была наша территория. Я вот точно не уверен, но кажется, нашей была. Ну, да ладно. То есть теперь, смотрите, раз мы бодаемся с Литвой. Во-первых, это очень хорошо. В плане того, что у нас всегда будут лорды, которым можно будет, скажем так, за щеку накинуть за милую душу. Но проблема в том, что они такие же жесткие, как и Тевтонский орден. По мощи. Ну, то есть, видите, всего лишь тысяча разниц. Это вообще фигня. Так что битвы сейчас будут очень много, очень жесткие. Поэтому нам нужно охоту на лордов прям с удвоенной силой делать. Но, конечно, первое, что мне лично стоит сделать, это пойти побыстрее в город и сплавить весь этот лишний багаж. Я имею в виду вот этих вот животных и так далее, которые мне скорость режут прям жесть. Особенно вот перегон скота. Ну и куча еды, она мне просто не нужна. Еще одна война. Что, снова с Эстонией, что ли? Нет. С балтийцами. Не, ну Тевтонцам прям везет. У меня еще прям... Сегодня увидел комментарий, где чувак спрашивал. Типа, здесь такая же дипломатия, как в Анна-Домини, где чуваки защищают свои территории, а не воюют. Нет, здесь не такая дипломатия. Здесь они постоянно воюют. В Анна-Домини как-то скучно, если честно. У них редкие войны и так далее. Они спорят. Но здесь воюют постоянно. Во, еще одна война. Теперь уже снова с эстонцами. То есть, Тевтонскому ордену вообще не в кайф. Война на четыре фронта. Хорошо хотя бы с русами закончили эти войны. Типа, я вот здесь не знаю. Типа, дипломатия на эту военную фигню влияет или что-то еще. Надо будет поковыряться в настройках. Но даже когда я поигрывал для себя, вот этот мод еще на старых версиях, здесь тоже были войны. Хотя, они такие частые, если честно. Но опять же, там я играл без дипломатии. Но регулярно одна война какая-то добыла. То есть, мирного времени в сделку не входило, короче говоря. Так, это мы сразу продаем. Так, животные. Прям вот вообще в первую очередь. Нафиг это замедление. Это просто чудовищно. Мясо мы оставляем. Шкуры мы продаем. Само собой. Хлам. Нам нужны деньги прям в конских количествах. Все продаем. Типа, я бы ланец на самом деле оставил. Но кавалеристов у нас нет. Так что, хотя ладно. Пусть останется. Пес с ним. Так, у меня бабла теперь почти 80 тысяч. Что, в принципе, неплохо. К сожалению, этого недостаточно. Хотелось бы 1200. Но банально на хорошую снарёку, как мы помним. Ну, в принципе, думаю, вот в эту область можно залетать. Где вот наши территории перемешиваются с Литвой, с Балтийскими племенами. Стопудово лорды будут на нас сами налетать. Вот, кстати, сзади лорд 97. В основном пехота. Слушайте, он прям песня пушка. Я хочу с ним сразиться. Мы немножко сильнее. Почему-то он, скорее всего, потому что у него там новобранцы и прочий шлак. Но, тем не менее, у него преимущество в количестве. Думаю, вот сражаться с такими, это то, что нужно мне для как раз-таки известности. Кстати, сейчас у меня больше в отряд будет помещаться. Может быть, ещё людей нанять. И вот, после найма большего количества людей, уже стабильно можно налетать на лордов, которые, ну, которых отряды 100+. По факту долбить их чисто за счёт того, что я такой красавчик. И у меня так всё отлично. Ну, типа, потому что я играю на элите, без новобранцев и так далее. Как говорится, это дорого, безусловно. Но это очень-очень выгодно. Так, надо быстренько переключиться сюда. Я хочу просто... А, так у них нет стрелков-то толком. Ладно, стена щитов. Давайте-ка вот так вот встаньте. Учитывая, как дохрена это, ну, не помешает. Так, теперь, смотрите, кавалерия. Здесь нормально, нужно, чтобы кавалерия выдолбила кое-что вот здесь у них в головах. Пожалуй, пока их просто переместим. Потом уже в атаку их долбанём. Хотя и на пехоту налететь неплохо бы. Ну, сами видите, их 56, в конце концов. Это много. Да, мы им сейчас немножко подпортим малинку, но надолго ли? Посмотрим, сколько сейчас... Всё зависит, как бы, от наших арбалетчиков, по факту. Насколько хорошо они себя покажут. Если будут прям мальчиками, красавчиками и всё такое, то нормально. Наш пехот справится. Если же нет, то, как говорится, с большой не быть лапшой. Собака реально не перезаряжается. Поменял же я арбалет. Что тебе надо, жизнь? Что тебе не хватает? Так, наши должны сейчас часть этих козлов забрать на себя. Камнями? Серьёзно? Чё? Ребята, вы не с теми воюете. Здесь камни не прокатят. Блин, от своего уже получил случайно. По щам. Но это ладно, это мелочь. У нас даже арбалетчики идут и долбят их просто так. Первые смерти, я уже вижу, у нас наблюдаются. Да ты своё копьё знаешь, куда засунь, братишка. До свидания. Кстати, я его убил, не ранил. Обычно именно, ну, когда бьёшь дробяшкой, это обычно ранение, а не смерть. О, стрелки убегают. Интересно, почему? Шо же вам не понравилось-то, народ? Нормально же общались. Кстати, посмотрим, насколько мне больше или меньше дадут. Всё-таки соотношение... Ну, типа их, конечно, больше. Но соотношение сил не то, чтобы такое прямо огромное. В плане перевеса. Тогда было 8,8 известности. Сейчас 9,7. Всё-таки побольше из-за более массовой драки, но недостаточно. Ну, а, в принципе, для лвла посойдёт. То есть, теперь у меня нехватки во вражеских лордах, как в предыдущей серии, стопудово не будет. Сейчас этих козлов будет просто километр. Кстати, новые пленники, да, которых можно будет с радостью куда-нибудь сбагрить. Ну, и, соответственно, ещё отношения с кем-нибудь да улучшить. Можно, кстати, менять себе трёх русских бояр. Давайте на них посмотрим. Ну, кстати, довольно хорошие такие кавалеристы. Ладно, давайте ради интереса найму трёх русских бояр. Мне, в принципе, хорошая кавалерия не помешает. Так что берём, берём, берём. Чисто для разнообразия. Не хотел, конечно, мешать своих тевтонских пацанов с кем-то ещё. Ну, да ладно. Блин, я забыл хавчик продать. Ну, ладно, мы всё ещё рядом с городом, так что плевать. Просто зерна у меня слишком дофига, ничего больше влезать не будет. Да и жалко, на самом деле, будет его потерять в случае, если меня, ну, скажем так, если меня натянут случайно или специально, ну, вы понимаете. Так, войти, передать воинов в гарнизон. Кстати, интересно, если я передам... Тьфу, каких воинов? Мне надо было пленников передать. Интересно, если я буду передавать пленников именно вот сюда, а не лично кому-то там, что-то там. Зачтётся мне это или нет? Давайте вот ради интереса. Вот их тут дофига и больше. Отношения до 27, всё, я в Риге могу нанимать пацанов вообще без зазрения совести. Да, могу. Ну, я, конечно, ни с кем не знаком практически. Никто со мной работать не будет, но, тем не менее, могу. Могу нанимать уже, типа, вот... Здесь вообще какая-то крутая... А, рыцарь новобранец-крестоносцев. Типа, вообще, крутяк. Можно нанимать реально крутых ребят. Стас только с ним познакомиться и... Ну... Да базариться. Ну, это ладно, это уже мелочи. Так, по битвам. Там... А, ну да, у нас же ещё... Нет, со стонцами я воевать не хочу. Пошли они в жопу. Ну, они просто вар... У них мало лордов. Они все там в одну-две армии скомпонуются. И всё, лордов нет. Не будет. Поэтому мы идём вот сюда. То есть... Балтийцы, Литва, это... Это мы с радостью. Хочу ещё какую-нибудь крутую битву провести. По пути естественно. Но накупив себе народу. Потому что народу мне не хватает. Как раз узнаем, какой у меня сейчас нынче лимит. 89. Мамма миа. Это вообще великолепно. Так. Крестоносцы, Балтийцы. Нет, спасибо. Хорошо. Хавчик, да, так и не продал. Опять забыл, тупанул. Ну, ладно. Пёс с ним, на самом деле. Не критично. Жаль, что в замках торговать до сих пор нельзя. Было приятно. Так, где у нас тут... Крестоносцы в сделку не входили, да, походу? Всё уже на Балтийцев поменяли. Ну, как-то очень странно, миксованно всё это идёт. Народность прибалта, но почему-то являются крестоносцы. Ну, типа, может, потому что мы этим владеем. Пёс возле. Странно, жесть. А чё там с... Чё они там захватывали? Везутно или как-то так это поселение называлось. Вот не мезотно, а чё-то другое. Да хрен он знает, куда она делась. Медвигалис. Мять. Ай, насрать, ладно. Плевать вообще. Я фиг его просто найду сейчас. А сидеть тут пальцем в попе ковыряться такой себе. Ладно. Короче, пойду в охоту на лордов. Может, к медвигалю, кстати, как раз дойду, если никого не попадётся. И посмотрим, что там вообще за армия и на что она способна. Ну что ж, нашёл я себе соперника. Это у нас Балтийц, у которого 70 человек. Хотя... А, ну, в принципе, 70, если считать ещё эти подкрепления дурацкие. Куча пехоты. Посмотрим, как он с нами справится. Кстати, у меня пехоты уже 40. 40. Но, крутой пехоты. Ну, мы сейчас ему быстро перестреляем. Вообще, без зазрения совести. У него ещё... Им ещё не повезло. У него карта деревенская. Притом, здесь мост. То есть, половина идёт по воде. Половина по мосту. В общем, нифига приятного для его войск. Как мы видим, для кавалерии вообще. Тихий ужас, если быть честным. Кавалерия и пехота пусть идут в атаку. Самое время. Думаю, они сейчас просто их растопчат к чертям собачьим. И до свидания, мы скажем этому парню. То есть, он вообще здесь ничего поделать не сможет. Кстати, насчёт этого. Давайте-ка я тут слезу. Может, успею тоже кому-то навалить. Хочется нормально постражаться. Раз уж стрелять я почему-то не могу. Надо после серии с этим разобраться. Пошли нафиг. Я тут... Я тут убийца-демон. А что это он тут бегает спокойно? Я не понял. Он ещё один бегунок. Как я не попал? Не понял. Что за приколы? Я должен был его пристрелить как собаку. А почему-то не попал. Я же не вижу, в кого стреляю. Убил! Ни хрена себе. Попал, убил. Я даже не видел его толком. Лишник. Чуть-чуть силуэта. Жёстко. Просто уничтожил дурака. Ну и, в принципе, всё. То есть, кстати, мы как-то умудрились троих ещё потерять. Видимо, пехотинцев, да? Каких-то, да, пехотинцам не повезло. Ну ладно. Нас, типа, уже 90. Думаю, ещё чутка известности подкачать. И будет уже целая сотня. А с целой сотней именно качанных, прокачанных чуваков. В этом моде, мне кажется, можно разбивать чуваков, которых... Ну, типа, войска, у которых 300 человек. Вообще легко. Потому что боты здесь особо не разбираются. Типа, берут всё подряд. В том числе и дофига новобранцев. Ну и всяких таких вот слабеньких ребят. Так что мы, в принципе, можем этим, как бы, пользоваться. И разбивать их в пух и прах. Если, конечно, сами, но... Непосредственно играем с крутыми войсками. Такие приколюхи. Ну, в общем, будем надеяться, что у меня всё здесь получится. Я смогу их просто аннигилировать раз за разом. Ну, а пока благодаря этим... Кстати, он сбежал, прикиньте. Сбежал козлина. Вот повезло им. Я хотел этого лорда себе звать. Но пока, да, вот, тефтонцам здесь не позавидуешь. Здесь их терзают со всех сторон. Они ничего не могут сделать. То есть здесь они потеряют, думаю, спокойно вот эти вот два замка. Потому что сюда им возвращаться вообще не с руки. У них здесь полный капсдец. То есть если они резко с Литвой перемирия не сделают, им хана. В идеале, опять же, можно хитрожопа как-то напасть вот на этих ребят, как я и говорил. Но с хитрожопом уже не получится. Потому что у них человек, получается, на 150, на 200 здесь лордов. Типа я, в принципе, могу их одолеть. Но если они на меня нападут, типа сами. Кучка лордов. Но если я начну осадование, они уже нападут вместе с гарнизованным и ополчением. Тут либо отступай, либо сражайся. Я сомневаюсь, что армия, ну, сама додумается одну из войн быстро завершить. С другой стороны, Пруссия и угрозы-то не представляет. А вот Литва и даже Балтийцы, это задница. Ну, и эти, конечно, говноклюи. В общем, Тевтонцам здесь не в кайф. Но мне, как бы, помогать им всерьез разбираться с этим не нужно. У меня все с кайфом. Мне нужно еще дофига и больше известности для того, чтобы добить себе четвертый ранг и создать свое королевство. И, в принципе, на самом деле, Пруссия подходит весьма неплохо для этих дел. Ну, а появилась фракция повстанцев. Вот Пруссия неплохо подходит, потому что, ну, хоп, взять их замок. Как-нибудь с хитрожопой стороны. И все. И я, типа, в шоколадке, у меня есть свой замок. Правда, нужно перед этим всех этих лордов победить каким-то неведомым образом, чтобы они не мешали. В общем, шансы есть, но предстоит еще очень-очень много времени, чтобы прошло, пока я докачаю себе клан. В общем, дамы и господа, как-то так обстоят дела у Генриха и Тевтонского Ордена. Что ж, продолжим это похождение уже в следующей серии. Ну, а перед тем, как мы закончим, хотелось бы передать отдельную благодарность моим подписчикам на Бусти. Ну, что ж, а у меня на этом все. С вами был Кит и всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»